Ну что же, находимся мы в Лиссабоне И самое время посетить одну достопримечательность Это старый музей карет Старый музей карет чем хорош тем, что это было последнее, что сделала королевская династия Когда к королевству пришел конец, они добровольно Последний корол отрекся от престола И фактически стала республика Португалия Все их кареты нужно было где-то хранить Они хотели сохранить свое королевское достояние И для этого был вызван итальянский архитектор Само здание построили за 4 года Внутренняя отделка производилась 40 лет Сейчас мы посмотрим, что же они делали там эти 40 лет Субтитры создавал DimaTorzok Вход в музей стоит 4 евро на одну персону Лайфхак Если вы идете в новый музей, то вы платите 2 евро за вход сюда Только билет нужно оплачивать там на входе Если вы пришли отдельно в этот музей, то вход вам умудрится 4 евро Но я думаю, не так уж и много Приятная новость, что кареты есть не только в новом музее, но и в старом Делюсь первыми впечатлениями Это офигенно Я вижу, знаете что? Я вижу, что это не роспись Я вижу, что это отделка тканями Могу ошибаться Но, по-моему, это отделка тканями И выглядит шваха круто Поехали Да, первые впечатления меня не подвели Я могу с уверенностью сказать, что вся отделка это ткани 45 лет вышивалась вручную Все, что мы видим за моей спиной Сбоку, вверху, внизу Как это выглядело И какая изначальная была планировка этого помещения Значит, смотрите Здесь по центру все было рассыпано песочком с опилками И здесь скакали лошади, которые брали там барьеры, опорты и так далее А на ложах, вот эти вот ложи, которые вы видите Находилось знать То есть приходила какая-то семья, усаживалась на выходные И смотрели на представления и на спортивные состязания, которые приходили здесь внутри Поскольку погода всегда в Португалии, она капризная То есть 40 минут идет дождь, 40 минут жара, 40 минут непонятно что и так далее А знать носила хорошую, красивую одежду Сами понимаете, что где-то им нужно было развлекаться Поэтому одно из развлечений, это, конечно же, конный спорт Это было у всех королевских особ монарших И поэтому, соответственно, этот манеж был для того, чтобы в комфортных условиях люди могли здесь развлекаться А теперь это музей И теперь мы будем оценивать 40-летнюю отделочку Итак, что здесь есть и что вы здесь увидите, когда приедете Безусловно, это картины Картины маслом писаны И что мне вообще непонятно Здесь все вещи оригинальные Поэтому, когда делаете селфи, будьте очень аккуратны Очень много случаев, когда кто-либо делал селфи Повредил какой-либо шедевр И если у вас нету, соответственно, никакой страховки Ну, парням явно не повезло Королевские кареты Ну, сказать, к слову, на одном гектаре, чтобы я видел порядка 300 королевских карет Всех династий, всех правлений Во-первых, спасибо, что сохранились Понятно, что сохранились они благо тому, что здесь не было войны В Португалии не было войны И многие вещи, которые мы здесь можем видеть, они не разрушены Но Португалия пережила огромное бедствие Это землетрясение, которое уничтожило 70% города И ребята, благо, восстановились Видите, если нету войны, то есть человеческое ресурсное восстановление И тогда никаких проблем тоже нет Сейчас мы видим эти кареты После основного музея, конечно, эти кареты не смотрятся эффектными Потому что они очень старые, но они не богатые Зато, если в этом музее нету богатых карет Здесь есть богато украшенные амуниции на лошади Вот, которые здесь И ее здесь гораздо больше, чем в основном музее, например Копья оригинальные Как отделочник, я могу сказать Конечно, мои коллеги затянули немножко с работы 45 лет они отделали этот потолок И в левом части крыле уже нужно делать реставрацию Да, большинство замков, большинство замков У них не было никогда идеи доделать их То есть у человека есть определенный доход Скажем, миллион евро в месяц И он хочет 100 тысяч тратить на свои фантазии, на свою идею Потом он находит единомышленников У единомышленников нет миллиона евро У них есть 100 тысяч евро дохода И они 10 тратят на поддерживание этой идеи И очень хорошо, когда у вас есть эти идеи Когда гости к вам приезжают Вам есть что показать, есть что рассказать Это определенная идея, определенная история Которая живет в веках Которую сохраняет, которую продлевают Сюда приезжают миллионы гостей Со всех уголков земли И они готовы на это смотреть, на это тратиться Поэтому очень хорошо, когда вы приходите сюда подготовленные Чтобы не получилось, что вы заплатили 4 евро Зашли в одну комнату, сделали селфи На красивом ковре и ушли Это все-таки история И очень плохо, что у нас нет экскурсовода Экскурсоводы, сказать, к слову, в Португалии не дешевые Если бы мы могли знать историю каждой этой кареты Это было бы действительно очень прикольно Тогда это превратилось бы в настоящую сказку А сейчас мы можем ходить, додумывать что-то И просто наслаждаться Но я люблю делать экскурсии по утрам Когда ты утром приходишь И ты здесь один Не хочу обидеть китайцев Но когда у тебя за спиной не стоит миллион китайцев Это совершенно другая экскурсия Совершенно другой кайф Поэтому буду делиться своими впечатлениями Есть кареты Я их сравниваю примерно как с хорошими карами, автомобилями То есть как у нас в современное время есть тюнинг автомобилей Так все кареты были тюнингованы Это фишки не наши Эти фишки им уже 400-500 и более лет На каждом карете есть определенное колесо Это колесо, оно разное По ковке, по отделке Кто-то золото туда делает Кто-то дерево, кто-то еще И поэтому разная карета, она разная Также есть разные подножки Где-то кожаная отделка, где-то еще Какая-либо отделка Разумеется, внутреннее убранство, оно тоже разное Как сейчас люди тюнингуют свои крутые тачки Так эти тачки раньше были точно такие же Вот, например, вот эта карета Она больше резная То есть резная и внутри там такая пурпурная комнатка Если мы видим И выглядит, конечно же, вот чувака круто Это карета, ну, наверное, морячка какого-то Потому что здесь отделка больше похожа на разные волны и так далее Очень нравится кожа То есть тут есть такая кожаная ремня, которая амортизирует Чего нет у старых карет, но у других То есть каждая свою карету заморачивалась И делала каким-то образом, ну, очень интересно Разумеется, чтобы на такой шикарной карете носиться Должны были быть и кони соответствующие Есть масса, порода коней С массами критерий и качества И это своеобразный аукцион Когда люди сидели вот здесь Они видели не только шикарные кареты, знать Но видели шикарных лошадей Разумеется, они тоже хотели приобретать этих лошадей И это такая, скажем так, биржа Где могли продаваться и высматриваться шикарные лошади И человек того времени, он не имел тех благ, которые имеем мы Это понятно Поэтому что он имел? Он имел вот такую шикарную карету Которая стоила безумных денег и тогда и сейчас Имел хорошую шестерку, восьмерку, тройку, двойку лошадей И этим был счастлив И мы можем зайти и насладиться И побывать вот в этой атмосфере И, например, я как дизайнер-строитель Я отсюда подлежу кое-какие фишки Они мне понравились Далее экспозиция в старом музее Она предоставлена для пожарников То есть пожарные команды Спасение пожарных, всяких вещей И сейчас мы пробежимся Но первое ощущение Я был в пожарном музее в Латвии Он в разы круче Но эти вещи, они гораздо раритетнее Это старинные насосы Которые раньше употребляли для водотушения В хорошем состоянии Это вещи, которые были необходимы Да? Смотрите, какие уникальные вещи То есть это вещь там, где ложили раненого То есть во время пожаров были пострадавшие Смотрите даже в те времена, насколько это было приватно Чтобы никто не видел пострадавшее тело Человек укладывал специальные носилки А потом вот в такие закрытого рода Специальные... То есть это носилка на колесиках, грубо говоря Это уже были паровые насосы Которые... Ну, не буду врать Для чего это? А, вот, кстати, как выглядела переноска пострадавших В момент землетрясения Или каких-либо пожарных бедствий Как мы можем видеть здесь Вот так это выглядело Лестница Первая домкратная лестница С колокольчиком, с подсветкой Правда, подсветка была от свечей Она выглядела вот таким вот образом Очень уникальная штука Смотрите вот на эту замечательную вещь Количество ведер большое И уже современная система пожаротушения На кунской тяге, конечно же, в две лошади Это на паровой тяге Уже дилижансы для пожаротушения Они выглядели вот таким образом Пошли мы место караула Очень часто я снимаю караул И сейчас посмотрим, как выглядит лиссабонский караул Не буду врать, что это и откуда он Но выглядят они так Скажу к слову Самый смешной по сегодняшний день Был это в Люксембурге Но потом, наверное, в Монако Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, прикольненько Единственное, что я обратил внимание На то, что одна из караульных Это женщина, а второй мужчина Вот такое равноправие полов Я, по-моему, вижу только в единственном карауле Это в Лиссабоне Скромно, нормально И из плюсов Еще это единственное место Где можно максимально близко подойти К охраняемой То есть обычно эта территория Каким-то образом огорожена И близко подойти не получается Но в Латвии и в Лиссабоне Это можно сделать с такого близкого расстояния Как у меня И еще Из особенностей Обычно у караула Есть сопутствующий человек Который Следит за тем Чтобы этим ребятам Не мешали жить Чтобы никто с ними не селфился Не сделал каких-то там Приколов Соответственно, караульный Когда стоит в почете Он не может дернуться Ни глазом, ничем Эти могут и подмигнуть И что-то сказать И у них нету еще третьего сопутствующего леса Который Отгоняет туристов от них Но это охраняемая королевская резиденция И мы видим третье лицо Вот здесь на башенке Просто Карбинер, который охраняет этот замок Ну что же Мы закончили посещение данного музея Ходить в него или нет Решать вам Я не пожалел этих 4 евро И своего примерно 40-минутного времени Хорошее впечатление И не люблю туристические маршруты Потому что понимаю Что у туристических маршрутов Большой коммерческий подтекст Но мне понравился этот музей Рекомендую для посещения Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА